всем доброго дня это видео посвящено такой теме ну наверное довольно важный если кратко эту эту тему можно было бы положить знаете таким же заглавием как в ленинской какой-то допотопной работе лучше меньше да лучше но мы с вами далеки от этого всего поэтому не знаю а заглавлю ли я это видео таким образом или каким-то другим в любом случае прошу вас не смешивать это с каким-то там ленинскими работами и прочим да действительно вопрос был задан примерно так осветить вот эту вот проблему вот этот вот казалось бы парадокс лучше ли заниматься чем-то достаточно узким охватывая какой-то узкий диапазон боевых практик для того чтобы они практиковались лучше там качественнее и так далее ну и вот давайте мы с вами поговорим на эту тему наверняка вам самим есть что сказать по этому поводу а я изложу свое субъективное мнение с которым вы можете не согласиться но это часть моего опыта и моих наблюдений и так первое с чем должны наверное стартовать это было бы логично с того что когда мы говорим лучше меньше да лучше наверное в данном случае мы имеем ввиду ситуацию при которой имеет место какая-то некачественная работа низко кпдшная какая-то низко эффективная низко прикладная и так далее но при этом допустим с неким условно широким диапазоном потенциальных возможностей такую ситуацию например нередко наблюдаем в спорте ну например берем любое борцовское направление понятно что мы можем перечислить там может быть до сотни элементов которые характерны для того или иного борцовского направления но при этом практически любой борец по крайней мере профессионал я имею ввиду человек который зарабатывает деньги в спорте чаще всего любой такой профессионал использует буквально три-четыре излюбленных каких-то технических действий когда мы наблюдаем спортивные ударные какие-то единоборства мы видим такую же точно ситуацию в смешанных борцовского ударных опять та же самая ситуация но при этом вот эти вот четыре там ну допустим пять элементов делят уже между собой отдельно борцовские элементы и отдельно ударные элементы таким образом еще более заужая возможности как ударных техник так и борцовских например лучше это или хуже вы смотрите для спорта явно лучше для спорта это вообще характерная особенность борцы ударники широкого профиля вообще не нужны там действительно очень важно за более или менее за относительно короткое время еще раз ребят относительно короткое потому что вообще-то готовят спортсменов довольно долго явно дольше чем в боевых искусствах так вот за это относительно короткое время по возможности быстрее нужно подготовить человека который очень хорошо выполняет те или иные вещи пусть они узкие пусть он умеет два всего три там элемента каких-то делать но выполняет их идеально и практически как бы при любом раскладе до бойцом широкого профиля или точнее спортсмену широкого профиля ему не стать и это никому не нужно такую ситуацию мы наблюдаем в любую в любых спортивных каких-то олимпийских видах ну например если вы занимаетесь плаванием вы специализируетесь на каком-то одном стиле если вы занимаетесь бегом то вы либо спринтер либо стайер причем и в том и в другом случае вы бегаете скорее всего исключительно на одну и ту же дистанцию ну и так далее и так далее почему это происходит в спорте совершенно понятно есть определенные правила которые сдерживают вас и сдерживают всех ваших соперников вот в рамках этих правил выгодно убить не так уж много но уметь хорошо когда мы переходим к ситуации с боевыми искусствами вот работает ли этот принцип лучше меньше да да лучше примите над боевым искусством вот здесь вот уже большой вопрос дело в том что как известно боевые искусства никакими правилами не скованы и ситуации в которых вы можете побывать их может быть не так уж мало и они могут быть совершенно разными вряд ли на ринге где-то на ковре вы встретили несколько человек несколько противников там один с ножом другой там сбитый 3 это невооруженный например вряд ли на ринге на так на татами погасят свет и вы в темноте вам придется каким-то образом разбираться с вашими противниками вряд ли ваши противники будут одной весовой категории с вами или в одной возрастной категории с вами и в этом смысле диапазон возможности бойца явно должен быть значительно шире чем диапазон возможности спортсмена да действительно уметь вы должны гораздо больше чем единоборец чем спортсмен но означает ли это что вы будете выполнять эти условные элементы какие-то выполнять хуже нет совершенно очевидно что вам надо будет просто заниматься этими элементами ну если мы говорим не о каких-то техниках уже таких достаточно серьезных о каких-то просто элементах там удар борцовских каких-то еще вам придется заниматься этим элементом просто более углубленным более серьезно вам придется работать с партнерами как я уже сказал которые будут там выше вас тяжелее ниже вас легче более подвижный более быстрый чем вы и так далее вам придется приспосабливаться ко всем таким возможностям ко всем таким взаимодействием вот клубы в которых представлены бойцы разных возрастов тоже весовых категорий рост и так далее таких луках и выигрывают обычно с точки зрения своих возможностей с точки зрения подготовки бойцов потому что у каждого бойца есть возможность работать с разными партнерами и это да действительно расширяет ваши возможности вам приходится модифицировать одни и те же техники или пусть одни и те же элементы под разных партнеров под разные ситуации в том числе ситуации не один на один как в единоборствах как в спорте в ситуациях там один к двум один к трем и так далее но с другой стороны мы тоже хорошо понимаем что наращивать диапазон своих возможностей до бесконечности к во первых от невозможно во вторых в этом конечно нет смысла и вот каким образом этот принцип лучше меньше да лучше реализуется в боевых искусствах ответ очень простой это локализация действий которые характерны для того или иного боевого искусства конкретного боевого искусства мы уже говорили о том что ряд элементов и даже техник в одном боевом искусстве может соответствовать примерно такому же ряду элементов или техник в другом боевом искусстве я уже приводил примеры отдельных боевых направлений которые очень удачно вплелись в компилировались другие боевые направления таким образом их обогатив но в любом случае сам набор техник и элементов того или иного боевого искусства даже обогатившись остается примерно тем же с точки зрения количественной но естественно качественно и это я говорю о том что вы занимаясь любым там традиционным например китайским боевым искусством вы безусловно обязаны работать и с захватами вашего противника этому посвящен отдельный раздел цена там имеются и бросковые техники техники удержания и удушения и чего угодно еще но самое главное выведение в первую очередь конечности противника из строя также точно каким бы боевым искусством вы не занимались там традиционным у вас есть ударные техники защитные техники техники перемещения шагов не знаю маневров и так далее стратегические какие-то моменты тактические какие технические моменты и так далее вот всем этим мы все равно занимаетесь да ваши действия знаете как вот говорят повешены на один движок там на одном движке ну так с натяжкой можно так сказать про боевое искусство правда скорее всего про единоборство все таки про спорт но целом ну конечно какое бы традиционное боевое искусство мы не взяли наверное можем там более или менее выделить там ну правда не один движок конечно ну там хотя бы два три движка каких-то несколько отличающихся друг от друга но да действительно какие-то не то чтобы алгоритмы какие-то вот такие базовые основы в боевых искусствах также присутствует и на них навешивать различные техники на технике навешивать различные элементы они могут модифицироваться они могут меняться там местами условно говоря но в целом структура остается все той же вот таким образом это реализуется в боевых искусствах лучше меньше да лучше то есть вы охватываете все тот же диапазон всех возможностей ну естественно как я уже сказал шире чем возможности единоборств чем возможность те кто занимается спортом но в целом вы охватываете весь диапазон который вам необходим для реальной какой-то экстремальной ситуации, какой бы она ни была. И в то же время, для тех, кто не очень понял то, о чем сейчас говорилось, я хочу сказать, что еще раз, когда мы говорим «лучше, меньше, да лучше», мы говорим о том, что, наверное, такая концепция является альтернативной концепцией, при которой качество вашей боевой работы явно не слишком хорошо. И вам почему-то пришло в голову, что вы должны заузить диапазон осваиваемых каких-то техник или элементов для того, чтобы повысить их качество. Но когда мы говорим о боевых искусствах, у нас нет вот этого сравнения с каким-то низким качеством. У нас все должно быть высокого качества, в противном случае к бою это отношение не будет иметь. Я имею в виду не спортивное соревнование, не спортивный какой-то спарринг, а я имею в виду реальную ситуацию, реальную, уличную, экстремальную любую и так далее. И в этом смысле вот этот принцип «лучше, меньше, да лучше» в нашем случае превращается в принцип необходимого и достаточного. Есть необходимый уровень качества, выполняемых вами действий. И сами эти действия являются необходимыми, потому что в боевой практике, в реальной, вы, наверное, без них не обойдетесь, но и достаточными. Их не должно быть масса модификаций каких-то. Для выполнения одной какой-то конкретной задачи, наверное, вы будете пользоваться одним каким-то принципом, способом, элементом, техникой и так далее. Но самих таких действий будет достаточно много уже, потому что вариантов разыгрываемых ситуаций в боевом применении значительно больше, чем вариантов спортивных каких-то состязаний. Таким образом, вот этот принцип «лучше, меньше, да лучше» в нашем случае превращается в принцип необходимого и достаточного. Вот все, что я хотел сказать по этому поводу. Не забываем подписываться, делиться, ставить лайки, писать комментарии, жать колокольчик, подписываться в Facebook и Telegram, финансово поощрять модератора и монтажера этого канала, которые вам будут очень благодарны. И счастливо! Хороших вам тренировок!